Я считаю шансы Майами не попасть в плей-офф очень завышенными. Как мне кажется, даже без 30-40 матчей в регулярке Дуэна Вейда, который в теории может пропустить какие-то матчи, отдыхать, какие-то легкие растяжения, еще что-то, то я думаю, даже без игр Вейда, без наличия его в составе, то в Майами все равно выйдет плей-офф. Команды очень сильный состав, ну конечно, если рассматривать его в рамках Восточной конференции. Если убрать за скобки уход Леброна Джеймса, то на самом деле Петр Али провел отличную работу. В команду пришел Луэл Дэнк, в команду пришел Джордж МакРобертс, благодаря стараниям которого мы увидели другой Шарлот в прошлом сезоне. В команду пришел Дэнни Грейнджер, который теоретически еще способен принести какую-то пользу команде, претендующей на плей-офф. Поэтому Майами провел отличную работу. На Востоке также очень прилично усилилось, даже сказать, изменилось лицо команды Chicago Bulls. В команде был амнистирован контракт Карлоса Бузера и его заменили сразу двумя баскетболистами по Газолям и Николой Миротичем. Поэтому, если говорить о больших Чикаго, то эта команда преобладает большей воративностью под кольцом. Команда может выходить одновременно с Газолем снова или выпускать кого-то одного из них на площадке. И если Дерек Роуз вернется на свой прежний уровень, я очень на это надеюсь, то Чикаго будет главным соперником Клелленда в борьбе за победу на Востоке.